Слава Богу, слава Богу! Здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава из Киева, из Украины. Так хорошо, что мы живем в особое время. Вы знаете почему? Заканчивается, но идет к концу. Все карантин, их мер, потихоньку коронавирус отступает. Мы продолжаем молиться. Даже если не хочет коронавирус уйти, придется ему уходить. Потому что мы сражаемся, молимся. А если вдруг коснулся тебя коронавирус, сегодня помолимся, чтобы Бог тебя исселил. Потому что наш Бог всемогущий. Слава Богу! В эфире «Голос Победа». Я хочу с вами поговорить об очень важной теме сегодня. Знаете ли вы, что Бог специалист поднимать людей? Бог всегда, если мы смотрим по всей Библии, Бог всегда поднимает людей. И из них творит и создает герои, героями. И они становятся чемпионами в его царстве. Бог хочет поднять тебя тоже. Давайте послушаем эту проповедь. О том, как Бог всегда поднимает людей. Давайте посмотрим. Вся история Библии – это Бог поднимает людей. Всегда. И что интересно, все люди, которые Бог поднимает, когда мы смотрим Библию, Он делает через них что-то большое, и они становятся героями. Когда мы уже с вами читаем о них, нам кажется, что такие великие люди вообще как будто выпали с неба и творили большие дела. Но на самом деле, если посмотреть внимательно, всех людей, которые Бог использовал, это было простые, неподходящие, слабые. Вообще, даже в своих обществах, иногда они не были главными. Это мы уже читаем о них. Понимаете, мы смотрим ретроспективно уже спереди, назад, и видим, ой, великий человек. На самом деле, они были такими же, даже хуже, чем мы с вами. Это очень важно, чтобы это зарегистрировалось. И Бог почему-то, когда Он находит таких людей, Он проявляется через них, и они становятся большими чемпионами. Эти чемпионы большие, которые мы встречаем в Библии, их чемпионство не строилось на то, какие у них были жизненные преимущества. Никогда. Написано так, 1 Коринфянам, 1 глава, 27 стих по 29. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить силное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалился перед Богом. Вы не видите, но я вижу здесь борьба, сражение. Незнатных против знатных. Несильных против сильных. Большому удивлению для сильных, несильные их победили вот так. И они в шоке. Как это? Почему нас посрамили? Что за удивление? И Бог говорит, потому что я хочу вам показать. Я, Бог, самым слабым способен победить самого сильного. Когда самый слабый, самый незнающий, самый неважный, он со мною, то он сильнее, мощнее, крепче и гораздо влиятельнее, чем знатных. Не ограничивайся в том, куда и как далеко Бог может тебя двигать, потому что Он доверяет Себе, живущим внутри тебя. Убери ограничения. Твои ожидания, куда Бог поведет, должны быть как можно больше, как можно выше, как можно дальше. Когда я начал изучать героев Библии, я был удивлен. Я нашел одну женщину. Сейчас я вам задам вопрос. Если вы ее помните, женщина по имени Иаиль. Она настолько сделала героические поступки, что когда я читал ее историю, я понял, что, оказывается, Бог, чемпионы Божьего Царства, они разного уровня, с разных направлениях, на разных ступенках, и везде у Бога есть свои чемпионы. Мы обычно думаем, что чемпионы – это те, которые, как Давид, стал царем. Но сколько могут быть царем в Израиле? Один человек. Не может же все мальчики стране стать царями. И мы начинаем думать, быть чемпионом в Божьем Царстве – это быть царем. Уже стал царем, место занято, и мы все не будем чемпионами. Ошибка. Чемпионство у Бога – это чемпионы на разных уровнях, для разных целей, в разных направлениях. Библия говорит, книга Судии, 4 глава, 18 по 22 стих. «Вышла Ияиль навстречу Сесаре и сказала ему, «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сесара сказал ей, «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сесара сказал ей, «Стань у двери шатра, и если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого?» А ты скажи, «Нет». Ияиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер». 22 стих «И вот вораг гонится за Сесарой, это военно-началник, а Ияиль выходит ему навстречу, а вот тот подготовлен, он мощный, и говорит ему, «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый и кол виски его. Удивительная история. Чтобы вы поняли, в чем проблема, в чем суд. Вот, первое, вначале Бог не запланировал, чтобы Сесар был убить эту женщину. Не было оригинальный Божий план. Оригинальный Божий план написано в книге Судей, 4 глава, 2 стих по 7. Библия говорит, «И передал их Господь в руки Иовина, царя Хананальского». Это израильский народ, потому что они делали неугодное перед Богом, который царствовал в Ассоре, а военачальником у него был Сесара, который жил в Хорошеф Гойме. И этот Сесар, он мучил израильского народа каждый год. И возопили синие израилевых к Богу, ибо у него, у этого Сесара было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал синовы израилевых 20 лет. Они в рабстве от Сесарии 20 лет. Там мужчины, там пророки, там это, но рабство 20 лет. И вы знаете, кто закончил это рабство? Женщина по имени Иаиль. Она закончила 20-летное рабство. О, есть такие давние. Бог должен через кого-то другого. Нет. Бог сделал через ее профессию. В Библии, когда нам пишется, она жена кого-то. Скажите, жена. Это была ее профессия. Жена. Больше ничего не пишется. И откуда мы знаем, что она настоящая жена? Молоко в мехе. Читаем дальше. И Библия говорит, в то время была судьей Израиля, Девора, пророчица. Жена Лапидо Фова. Оказывается, можно быть женой и пророчица. Смотрите, сколько есть на эту женщину, на Девора призваний. Первая жена, два пророчица, три президента страны. Три сразу. Я удивляюсь, как часто мы с вами ограничиваем себя из-за общества, в котором мы живем. Если я уже пророчица, все моя задача, я молюсь с утра до вечера. Она еще и президент Израиля. Это значит экономика в ее руках, судебный процесс в ее руках, губернаторы в ее руках, дороги в ее руках. И она все это управляет. При этом она пророчица у Господа. Она должна еще молиться, читать Библию, слышать голос Божий. И еще она жена. Она должна, значит, убирать свой дом, кушать, готовить, этому мужу одевать. Три призвания работают в одном человеке. Я удивляюсь Деворе, потому что она делает то, что многие мужчины боятся делать. Комплексуют, прячутся. Прячутся в одном призвании. Прячутся в одном призвании. И выбрасывают остальные. Читаем дальше. И эта женщина, Девора, она была судьей. И даже пишет, где она жила. Молодец. И они приходили, весь Израиль приходил к ней на суд. 6 стих. Девора послала и призвала в Арака и сына Авиноамова из Кедеса. И сказала ему, повелевай тебе, Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, возьми с собой 10 тысяч человек и сынов нефалимовых и сынов завулоновых. А я приведу к тебе, к потоку, к кисону, сисару. Это тот, кто давит 20 лет. Бог приготовил чемпиона. Варак. Пойди, я его приведу, этого военно-начальника, и колеснице его, и многолюдское войско его, и передам его в руки твои. Что еще надо после этого? После этого, спасибо пророчице, слава тебе, Господи, 10 тысяч за мною. Так должна была история идти. Но она так не пошла. Смотрите, что говорит варак. Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду. Нерешительность. Оно губит, уничтожит и разрушит тебя. Бог говорит, встань, пойди, я с тобой передам, сделаю. Ой, нет, Господи, я смирен. Девора, пойди со мною, пожалуйста. Смотрите. Она ему сказала, хорошо, пойди, пойду с тобою. Только план изменился. С момента, как ты начал не хотеть доверять тому, что Бог тебе говорит, меняется план. Теперь какой план? Не тебе уже, замерьте слово, уже. То есть раньше план был, что варак убивает Сесару. Когда он начал свои сомнения поднимать, он, Бог говорит, уже не тебе слава на всем пути, в который ты идешь. Но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора, и встала Девора, и пошла с вараком в Кидис. Когда она так сказала, многие думали, что это в руки Деворы. Не, скажи, для чемпионства необязательно большие громкие дарования. Скажи, для чемпионства я главный дар. Для чемпионства больше ничего. Бог избрал тебя, зная твои накленности, зная твое образование, зная твой лексикон, зная твою прическу. И он все это сочетал четко, что где надо, не предлагая особое усилие, кроме правильного настроя души, ты сможешь добиться успеха без особых дарования, образования, умения. Что не хватает, уже не хватает. Деяния апостола, 23 глава 11 стиха. Я буду выборочно так по 22. В следующую ночь Господь явился Савву и сказал ему, дерзай Павел, Павел, вернее, дерзай Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельство о тебе в Иерусалиме. Это Бог явился. Павел, ой, Господи, не переживай, ты только что свидетельствовал здесь, так ты будешь в Иерусалиме. Значит, я пойду в Иерусалиме успешно. Да, но здорово. Бог прямо пришел и решил вопрос. Сказал Павел. И тут как тут. Бог сказал, Бог обещал, Бог гарантировал, а 12 стих теперь. С наступления дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла. Бог заговорил тебе, помнил всегда, каждый раз, когда Бог к тебе обращается, когда Бог задумал тебя благословить, у дьявола есть стратегия на твое уничтожение. Если ты не запомнишь, ты поддашься стратегии дьяволской, чтобы тебя остановить, ограничить и даже уничтожить. Поэтому многие люди имеют, да, от Бога было обещание, но параллельно с обещанием Бога, дьявол поднял 40. И они к тебе пришли. В этом случае они воинственные. Не всегда дьяволская стратегия воинственная. И ты говоришь, почему Бог мне обещал, а я не вижу. А потому что ты дал место дьяволской стратегии. Читаем дальше. Они придя к первосвященникам, заговоры-то поговорили. Первосвященник на их стороне. Дальше. Итак, они ему говорят, что будем делать, попроси, чтобы привели его. А ты делаешь вид, что ты хочешь слушать его. И конспирация целая, мы его убьем. План Божий в опасность. Нет. У Бога есть неожиданные чемпионы. Павел уже призвал одного из сотников. Сказал, отведи этого юношу. Он у ребенка. Тысячу начальнику. Ибо он имеет кое-что. Молодец Павел. Он не сказал сотнику. Потому что сотники не такие герметичные, как тысячу начальники. Не говори секреты, кому попало. И говорится дальше. Тот повел его, тысячу начальнику. И тот рассказал ему все, что сказал Павел. И когда он ему рассказал, написано, тысячу начальнику взял его на руку, отойдя с ним в сторону и спрашивал, что такое имеешь. Он рассказал. Когда он рассказал, 21 стих, то он сказал, слушай. Так, 40 человек, 22 стих. Ты же отпустил юношу и сказал, никому не говори. Потому что юноша, мало ли что. Он пойдет по друзей. Иди сюда, друзья, я вам расскажу новую историю. Никому не говори. Хорошо. Павел, Бог отправил в Рим. Павел должен проповедовать в Риме. Павел должен свидетельствовать в Риме. Павел имеет Божие поручения. 40 человек решили уничтожить его. И Бог должен этот заговор остановить. Его уничтожить через кого? Малчик. Племянник Павла. Какие у него дари? Его дари? Он родственник. Его дари? Он мальчик. Он может пройти в некоторые места, не вызывая никакого подозрения. Его дари не языки столковать. Его дари не уметь лазить по скалам. Его дари, мальчик. Когда мы говорим о том, что Новый Завет. Что такое Новый Завет? Новый Завет. Это 2 трети Нового Завета. Это послание апостола Павла. Это Новый Завет. Эти послания Павел их написал в тюрьме в Риме. Туда куда Бог его отправил. В Рим он попал потому что его не убили. А его не убили потому что мальчик услышал. Павел среагировал. Предупредил и спас Павла. Я раньше был в восторге от Павла. 2 трети Нового Завета. Теперь я в восторге от этого чемпиончика. Из этих двух историй характерная черта всех чемпионов. первое они все решительные уверенные. Почему они решительные? Почему они уверенные? Первое они все решительные и уверенные потому что они верят Слову Божьему обетование Божие. Они верят Богу даже когда как женщина не слышала Слово Божие о ней. Она не слышала но она Богу верит что раз Бог меня привел в этой ситуации где-то он обо мне задумал сказал планировал возможно я не слышал но есть они доверяют Богу. Второе эти люди они доверяют Богу многие из них у них была встреча с Богом и есть внутреннее помазание Духа Святого который двигает речь. Третье эти люди часто воюют против зла и имеют задания и поручения от Бога. Дальше у всех чемпионов у них есть повышенное чувство срочности и ответственности то есть у них такое понимание как будто если они действовать не будут что-то с Божьим Царством будет не сделано и поверите не будет сделано как должно было быть. Есть вещи которые Бог дал тебе вложил в тебе горят в тебе если ты не сделаешь так и быть остается большой пробел во всем поколении во всем городе во всей области во всей стране и возможно во всем поколении на земле Слава Богу вот часто меня люди спрашивают пастор Генри а вы откуда взялись? Ну меня поднял Бог вы представляете я вообще не мечтал не думал не стремился хороший мальчик хорошей семье надежду папой и мамой что когда нибудь приеду с ними на огороде поработаю а Бог поднял меня правда у меня не было плана об огородах у меня был план о самолетах вот я себя видел на площадке в ангаре где-то и решаем вопросы самолетами чтобы эксплуатировать чтобы еще подготовить к полету и вдруг я готовлю людей к небу представляете в служении а как это произошло меня поднял поднял Бог слава Бог за это может кто-то скажет а я тоже хочу чтобы Бог меня поднял хорошо сначала хочу чтобы мы вместе с вами посмотрели на свидетельство людей которых Бог исселил потому что та же сила которая исселяет это та же которая поднимет тебя давайте посмотрим на протяжении года не поднималась правая рука сейчас во время молитвы рука начала подниматься полностью дайте мне вашу руку господь спасибо а где вы помеха была здесь или здесь сустав господь спасибо тебе за это чудо во имя Иисус еще раз пришел к врачу и говорит сколько тебе лет я говорю ну уже пенсионный возраст а значит старый у тебя видно разрушается сустав после полного восстановления сустава во имя Иисуса у Анны долгое время болел сустав правой руки сейчас боль ушла также у нее был мозоль сухой на ноге за чего было очень сложно ступать сейчас нога горит горячо и боли нет это какая нога вот на этой ноге мизинчик и вот этот у меня боль была даже вчера на молитве я вообще не могла стоять так силой вот а сейчас вот просто тепло горячо а что с плечом плечо это было в 2002 году у меня ограбили и эту руку вырвали и вот с того времени оно время от времени у меня болело сейчас тоже там тепло и боли нету боже спасибо тебе за это во имя иисуса слава бог за эти чудеса не всегда не всегда в моей жизни это пришли они позже когда божья работа во мне начала дальше и дальше быть и бог начал поднять но сегодня вы желаете я вижу я слышу чтобы бог вас поднял с чего начинается с покаянием человек должен примириться с богом если человек не знает господа он никак не может подняться в боге шаг номер один примириться с богом если ты уже примирился с богом то я хочу помолиться с теми кто не примирился а те которые уже примирились помолюсь с вами в конце если вы хотите чтобы иисус был твоим господом вашим господом помолите со мной такую молитву скажите отец небесный прости меня все мои грехи войди в мое сердце иисус и будь моим господом и спасителем амин поздравляю вас если вы молились эту молитву искренне бог простил теперь сегодня хочу помолиться два вопроса что бог поднял и исцелил от коронавируса во имя иисуса я иду против коронавируса и все последствия в жизни каждого во имя иисуса пусть последствия коронавируса исчезнут и сам вирус умрет в твоем теле во имя иисуса и боже я молюсь начинай поднимать каждого чье сердце жаждет пусть бог поднимет тебя и исполнит свои планы твоей жизни во имя иисуса амин пусть вас бог благословит я вас очень люблю бог вас любит держитесь с нами бог мы победим аминь иисус аминь не аминь Субтитры подогнал «Симон»